здравствуйте все так давно мы с вами не встречались наедине ну я и тютелька что я аж успела соскучиться и у меня накопилось столько полезных всяких разных штучек вам показать что не буду откладывать в долгий ящик а сразу и начну давать советы делиться опытом или хвастаться как вам понравится так и расценивайте совет номер один или находка номер один смотрите вот такие вот чудесные стеклянные контейнеры они специально предназначены для иголок я была счастлива до безумия когда их нашла во-первых видно какие иглы прячутся внутри за стеклом номер их разновидность для ручного шитья или для ленточного а во вторых они точно уже никуда не денутся и очень удобно носить с собой номер два чем я хочу с вами поделиться вот смотрите это чудесный пинцет он называется пинцет обратного действия тоже замечательная штука обычный пинцет для того чтобы им что-то вытащить нужно согнуть и держать с усилием держать 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 а этот наоборот он уже сомкнут и для того чтобы что-то взять нужно кратковременное нажатие осуществить а потом отпустить и пинцет будет сам держать все что вам нужно вот сколько у меня на сегодня находок пользуйтесь все это я купил в магазинах для рукоделия мне очень нравится вот вы знаете хотя я вам сказал что я так соскучилась что вот я одна давно с вами не общалась но сегодня опять я не одна правда ведущая со ведущая у меня будет виртуальная посмотрите внимательно прошу любить и жаловать эту чудесную женщину зовут татьяна черкасова танечка живет в москве и когда я там недавно была мы с ней познакомились и танюша провела для нас мастер-класс постольку поскольку приближаются новогодние праздники и вопрос подарков стоит очень актуально сегодня мы с вами сделаем брошь вот смотрите вот эта чудесная брошка сделана золотыми руками танюши это ее подарок и обратите внимание это брошь была изначально из белой ленты вот фотодоказательства а потом танечка просто затонировала ленту и это несмотря на то что вот этих лент из которой на из которых сделана вот эта брошка у них цветов безумное количество я конечно не все принесла похвастаться это еще одна находка чем мне нравятся эти ленты мало того что очень красивые сочные цвета и оттенки мне очень нравится дивный край это лента с проволокой внутри но еще и вот этот вот чудесный перфорированный краешек который на мой взгляд создает неповторимое очарование в изделиях и сегодня под чутким руководством танюши мы с вами сделаем такую брошь для наглядности кое-что покажу вам я сейчас вот смотрите эта ленточка шириной 5 сантиметров для самых больших лепестков мы возьмем на глаз отрежем примерно по ширине ладошки вот такой отрезок но это где-то сантиметров 10-12 больше нам не пригодится вот таких самых длинных отрезков по 10-12 сантиметров нам понадобится 5 штук сантиметр на полтора два покороче 4 штуки и совсем коротеньких 2 лепесточка но это я уже опередила события смотрите что мы будем делать отрезанный кусочек ленты с одного края по узкому краю мы возьмем и присоберем швом вперед иголку присобрали короткий край и туго-туго затянули то же самое повторили с вторым краем и все наши лепесточки 5 4 и 2 разной длины превратили в такие чудесные лодочки вот посмотрите с одной стороны эти лодочки естественно выпуклые а с другой стороны вогнутые вот видите будущий цветок в полуфабрикате так скажем готов теперь для основы броши нам нужно будет какая-то плотная ткань танюша в данном случае использует джинс татьяна просто взяла кусочек джинсы положила круглое основание под брошь и при помощи нашего чудесного исчезающего маркера обвела чтобы было очень хорошо видно окружность обвела эту основу для броши а теперь наступает самое вкусное мы берем длинный лепесток прикладываем его к окружности и начинаем фигурно выкладывать вокруг этой окружности так как у нас лента с проволочным краем она прекрасно держит форму мы заложили складочки и эти складочки так и лежат послушно ждут когда мы зафиксируем иголкой с ниткой первый лепесток пришили последующие лепестки мы будем пришивать так как мы это привыкли делать имитируя стебельчатый шов то есть каждый последующий лепесток заходит под предыдущий примерно на одну треть и обратите внимание как загадочно танечка выкладывает свою брошку она начинает не с внутреннего ряда лепестков как мы всегда делали как мы привыкли делать а с внешнего и нам осталось в центр прикрепить два самых коротеньких танечка очень хороший такой образ нашла она сказала это получаются как два капюшончика навстречу друг другу вот эти капюшончики мы с вами вкладываем центр розочки и фиксируем их также иголкой с ниткой теперь нам осталось как-то задекорировать центр в данном случае вот видите ту брошь которую танечка делала в моих глазах она украсила магазинными тычинками но центр можно оформить по-разному совершенно так как вам этого захочется можно бусинку применить можно самим сделать тычинки здесь простор для фантазии не ограничен естественно какой же цветок без листьев вот посмотрите как танечка делает листики нечто подобное нам показывала рита тихонова вспомните когда показывала нам брошку вот таким образом мы сделали листики но лента настолько красивая что вы меня прекрасно поймете и татьяну прекрасно поймете нас ничего не пропадает без дела видите казалось бы маленькие выпады треугольнички обрезки ленты но танечка и их тоже приспосабливает из них получится прекрасные маленькие листики после того как мы зафиксировали листья мы их просто пришили к основанию и теперь нам останется самое самое последнее наш любимый мой любимый во всяком случае точно момент кристалл прозрачный его не видно он очень хорошо схватывает при помощи этого клея мы приклеиваем наш круглое основание которое у нас закрывает и все возможные огрехи и основание на которые мы пришивали лепестки и основание листиков у нас получается брошка красивая как с лицевой стороны так и с изнаночной правда же здорово спасибо огромное татьяне черкасовой за этот виртуальный мастер-класс и за ленточки чудесные тайны ленточки благодаря которым вот такие вот броши украшают меня уже например не одна штука украшает мне очень нравится как лента держит форму вот например брошь немножко смялась ее очень легко привести в исходное положение чуть чуть погладить так ласково и она уже снова как живая обратите внимание вот на эту вот серединку это тоже я нигде не видела увидела только у тани здесь ленточка желтенькая обычная наша любимая атласная неважно какой ширины танечка ее надрезала так чтобы получились зубчики и краешки этих зубчиков опалила скрутила и получилась чудесная совершенно живая серединка это даже здорово что кое-где лента махрится живость цветку придается замечательная ну и конечно же то что это роза затонирована на мой взгляд это очень здорово но раз уж я так вот рассказала что скоро новый год праздник подарки сказала что вчера у меня было терракотовое настроение как вы поняли не могла же ограничиться одной всего терракотовой брошечкой конечно же я припасла вам еще один подарочек к новому году вот смотрите это еще одна идея в нашу кладовку идей в магазине ткани увидела вот такую дивную пуговицу это кокос во первых натуральный материал очень приятная на ощупь во вторых все эти пуговицы разные а в третьих она такая дивно огромная что я не могла пройти мимо потом я вспомнила что у меня в почте накопилось очень много писем с просьбами показать как я делала серьги читатели моего блога видели эти серьги беленькие красненькие я решила потренироваться но постольку поскольку серьги то у меня уже были в истории болезни скажем так а брошки еще не было и потом появилась вот эта дивная пуговица и вот что произошло в соединении вот такая вот небольшая брошь а технику исполнения цветка пригодного для сережек тоже сейчас мы с вами и посмотрим еще раз повторюсь у меня лента шириной 5 сантиметров отрезок ленты я долго думала как вам сказать какой нужен скажу так примерно 20 сантиметров если быть точным то здесь срезы с двух сторон точно у меня не получится быть и смотрите что я буду делать вот у меня ленточка я уберу и складываю под углом 45 градусов на меня смотрит вертикальная полоска беру ленточку и дальше складываю под углом 45 градусов у меня получается уголок только вторую вертикальную полосочку я вижу наполовину видите получается такая спиралька и третью часть я тоже беру и складываю от себя и получаю в результате вот такой дивный конвертик видите вот с одной стороны конвертик а вот с другой стороны чтобы этот конвертик у меня стал квадратным мне нужно будет отрезать ленточку от уголка до уголка кстати мне очень нравится эта лента еще и тем что в ней проволока достаточно мягкая помните я вас как-то призывала брать плохие ножницы которые не жалко для этого дела здесь я свои обычные ножницы использую вот этот выпад который у меня остался я его не выборщу лента красивая я потом его куда-нибудь применю но вы меня понимаете а теперь смотрите что я буду делать дальше вы можете оставить полученный квадратик конвертик вот так но опыт мне показал что очень сильно заминаются розочки когда оставлено внутри проволочка поэтому проволочку я сейчас вытащу развернул свою красоту и удалю проволоку как вы догадались проволоку я выбрасывать не буду она мне еще пригодится ну и теперь мне осталось только повторить то что я уже делала обратите внимание вот у меня уголок сформирован а в центр опускается длинная сторона моей вертикальной палочки теперь для того чтобы как вы понимаете мне было спокойнее для надежности я краешек опалю а теперь мне останется ниткой в тон я не буду брать для наглядности контрастную нить возьму нитку в тон обшить швом вперед иголку получившийся квадратный конвертик по внешнему краю вдоль краешка через все слои швом вперед иголку стежки делайте примерно 5 миллиметров длинные делать не нужно вот шов по внешнему краю проложен теперь как вы догадались наступает волшебство сейчас цветок у нас родится нам осталось подтянуть вот этот вот шов и у нас получится цветочек почему я вынимаю проволоку если проволоку оставить цветок заминается а если лента свободная мягкая то цветочек можно расположить распушить практически как угодно естественно для этой цели можно использовать обычную атласную ленту просто вот эта лента бывшая с проволочным краем очень красивых цветов и оттенков часто бывает с переходом цвета тоже дополнительный такой эффект создается красоты но все и теперь мы фиксируем донца цветка закрепляем нитку и первый этап у нас готов нитку я советую вам пока не обрезать вот наш цветочек почти готов наполовину если вы его смяли в процессе прошивания и фиксирования ниточки просто внутрь вставляете пальчик и формируете он опять у вас раскрывается и получается кругленький красивый очень а теперь наступает одно из самых вкусных то что мне больше всего нравится естественно знаю я вас я сама такая у каждой из нас дома существуют закрома у кого побольше у кого поменьше у кого коробки у кого целые шкафы так это же самое интересное нам нужно будет подобрать центр для нашего цветочка раз уж я вам сегодня начала раскрывать все тайны почти все свои тайны сейчас покажу еще одну вот это чудесная коробочка специальная для разных всяких бусинок и бисеринок пайетки на зимнюю тему с со снежинками красивые большие розовые бусины которые я очень хочу использовать в качестве плодов шиповника основы для брошей которые вот в таком виде встречаются в природе в диком виде а вот в такой коробочке лежат у меня в одомашненном варианте и основы для брошей могут быть как на круглом основании так и на такой просто платформочки удобной использовать естественно можно всякие разные которые вам удобнее но это я отвлеклась сейчас у нас с вами на повестке дня серединка нашего цветочка очень удобно использовать вот такие контейнеры вообще-то они называются контейнеры для бисера я купила в магазине все по фиксированной цене меньше 40 рублей такой контейнер прекрасный и вот разбирала разбирала разбирал я свои бусинки и решила что мне хочется прозрачную вставить сюда поэтому я так и поступлю вот почему мы с вами не обрезали нитку этой же ниткой мы в центр цветочка пришьем бусинку и видите цветочек родился он уже заиграл и выглядит совершенно по-другому трех стежков даже для моей беспокойной натуры достаточно правда нитка у меня вдвое все теперь я закреплю нить и опять же не буду ее обрезать вы наверное уже догадались что неспроста я показала брошь конечно же я хочу чтобы у меня был комплект и серьги я сделаю подходящие к этой брошки для того чтобы цветок выглядел более живо ну и для красоты и еще открою тайну это нужно технологически для закрепления цветочка к швензе нам пригодится листик и листик вы можете сделать так как вам захочется либо из ленточки вырезать его либо из ткани у меня листик будет из ткани я возьму тофту потому что она так красиво переливается десяти сантиметров тофты чудесный которая такое терракотово коричнево зеленоватого оттенка мне хватит очень надолго я складываю ткань вдоль пополам уберу фигурные ножницы и вырезаю красивый листик как вы уже поняли вот эти вот выпады я опять же не выбрасываю оставляю вот у меня получилось два парных листика у меня же две серьги мне нужно чтобы листики были одинаковые с фигурным краем ну а дальше уже хорошо нам известные манипуляции опаливаю легонечко так чтобы у меня не было черных подпаленных краешков и потом если я буду сильно расплавлять ткань у меня исчезнут зубчики они пропадут просто и дальше для того чтобы придать изысканность и большую натуральность листику я его сложу пополам нагрею сгиб и тут же пальчиками сформирую этот сгиб вот что у меня получилось в результате вот такой красивый красивый изогнутый изящно изогнутый листик я употребила новое и мало известное слово швенза что это такое а это та самая душка что вставляется в ушко вот стихи даже получились вот такая вот изящная длинная изогнутая швенза у меня вот у меня цветочек а как же их соединить друг с другом как же сделать так чтобы получилось серьга то чтобы цветочек держался в ушки для этого нам и понадобится листик нам его нужно будет закрепить так чтобы швенза вот эта вот часть ее проникла между листиком и цветочком собственно так как у меня будет видно и заднюю сторону сережки тоже я оформлю ее красиво потому что мне не хочется чтобы было просто лысенькие стежочки ниточки поэтому я их естественно спрячу так как я спрятать не могу я их подчеркну я прикреплю листик к цветочку при помощи бусинок бусинки я пришью по кругу так чтобы мне было легко и надежно вставить швензу вот листик я пришила бусинки сверкают обратная часть сережки тоже получилась аккуратной и красивой нитку я не обрезаю я вот так держу в руке серьгу как мне хочется чтобы выглядела она в готовом виде и пропускаю между листиком и цветочком под пришитыми бусинками свою швензу поворачиваю и вот что у меня получилось вот как раз и получилось что листик смотрит наискосок немножко в бок но ведь эта конструкция ненадежная да и нитку мы с вами еще не обрезали как вы догадываетесь это еще не все вторую часть листика вторую половинку я заверну наверх мне так хочется чтобы листики смотрели вверх и вот у меня получится такие два ушка и постольку поскольку мне опять нужно будет пришить я опять воспользуюсь своими бусинками вот листик мы зафиксировали он у нас смотрит вверх задорными двумя такими ушками разной высоты но если мы оставим вот так цветочек то он у нас будет свободно ходить по нашей швензе поэтому я предпочитаю дополнительно закреплять видите у проволочки внизу есть такой такая завитушка вот ее то я использую для дополнительного закрепления я за эту завитушку еще дополнительно пришью швензу к цветочку и после того как мы зафиксируем вот в этом месте технологический прием такой применим нам уже теперь достаточно нитки и мы ее сможем наконец-то обрезать а теперь смотрите внимательно так как серьги у нас люди парные они должны быть в зеркальном отображении то есть если я первую сережку верхние ушки верхней листочки направила вправо вверх то на другой серьги должно быть влево вверх то есть зеркальном отображении примите этого внимания чтобы пара сережек была парочкой и вот смотрите какая красота у меня получилось я в новом комплекте вся такая красивая у меня и сережки ручной работы и брошка им под стать как мне это нравится а теперь я хочу упомянуть и без совершенно дивной рукодельницы ее зовут вероника пахатуриди и постольку поскольку вероника занимается бисером у нее я подсмотрела одну совершенно дивную идею мы же с вами вынули проволочки из ленты выбрасывать их не спортивно как их применить сейчас покажу как ну допустим зеленый бисер он достаточно мелкий и каждый раз ломать глаза и насаживать на эту проволочку бисер терпения никакого не хватит что я сделаю я вот так вот чуть-чуть замну в виде крючочка проволочку свою и отправлюсь на рыбалку я просто буду вводить вот эту вот закрученную проволочку в ванную с бисером и видите буду нанизывать каждый раз как получится или по одной или даже по нескольку бисеринок мне так это нравится раз ныряю и зацепляю что я сделаю дальше соединю хвостики проволочки получится у меня такая петелька вот и эту петельку я скручу ну что на сегодня пожалуй все до свидания и и Субтитры подогнал «Симон»